все вечер подходит концу день рождения заканчивается а это помните когда я делала этот коктейль молоко с вареньем вишневым вот я один стакан заби заморозила сейчас утяжу ковыряю вот этот как лед он получается такой вот и очень вкусно кстати вот тоже можете тоже делать вот и допустим вечером когда тушно да здесь просто включить свой какой-то сериал или в какой-то фильм сидеть ковырять и получать удовольствие так сказать вот и очень вкусно и прохладненько вот вот и я тоже сижу ковыряю этот сладкий молочный вишневый лед очень вкусно вентилятор у меня работает и смотрю самого а вот ну в общем как-то так вы посмотрите что у меня на голове вот так вот я спала точнее спала это мягко сказано я волосы вчера собрала так в пучок и все и спать потом легла вот про тушь кстати я не показала как я умывалась да и не показала как она смывалась но смывается она легко вот это вот термо тушь о которой я говорила да я думаю следующий раз я вам потом покажу вот челка у меня мокрая поэтому она такая вот сосульками висит вот в общем такое вот доброе утро у кого-то вечер у кого-то день кстати спала я не очень сегодня вчера вечером я сидела смотрела финал что где когда я думаю многие да смотрят кто-то не смотрит интеллектуальная программа мне она очень нравится помню еще папа я смотрела я маленькая была тоже смотрела вот и вчера смотрела финал и вообще-то хотела спать меня прям вот так вот та же рубила я даже с кровати чуть не упала бывает такое когда ты засыпаешь мышцы расслабляются но мозг еще вроде бы не успевает до конца отключиться мышцы уже все расслабляются и тебя так устрахивают как будто ты падаешь вот и вот это такого состояния сидела смотрела этот финал вот и так хотела спать я ждала думаю поскорее бы закончился поскорее бы закончился спать думаю сейчас лягу буду спать и чего вы думаете финал закончился я легла спать и все как рукой сон с него это капец с одной стороны я это и обидно было потому что хочется как бы и не чтобы режим нормально налаживать да и спать а получается я заснула уже светло было пять часов в шестом часу утра я только заснул вот так вот так вот это капец может быть это от жары я не знаю от чего но еще вот так не смогла я заснуть вот сейчас у нас уже время почти двенадцать вот так вот до поспала но это еще нормально я вам скажу сегодня у нас там точки на улице возможно будет дождик да там ничего не видно но может быть если приблизить но тут стоит сетка но вообще в принципе это не голубое небо это точки хотя в прогноз погоде она не говорится о том что будет у нас дождь а это мой вот цветок такой растет до потолка это каны когда-то он листик немножко уже завел плохо ему тут ему это уличный вообще цветок ему надо расти на улице но он у меня дома стоит это когда-то со своим бывшим когда еще жила это был пятнадцатый год 2015 год мне была операция мне удаляли желчный пузырь вот и там на территории больницы мы гуляли и вот там клумба такая была большая вот с такими цветами и мы взяли семена посадили вот они растут уже но тоже получается сколько шесть лет он даже один раз хотел зацвести но случайно выдернули да жалко конечно но вот надеюсь может быть зацветет там большие такие красные цветы так это мой праздничный завтрак это то что салат кстати я говорила про салат вот мохнатый да вот такой вот он в разрезе он очень вкусный и вот такая вот небольшая совсем вот если видите вот такая совсем небольшая получается лыточка я понимаю что это как бы завтрак не не для моего лишнего веса да не с моим подбородком это кушать но это праздничный завтрак это то что осталось ну конечно там еще много осталось но то есть я о том что не каждый день я так завтракаю в основном завтрак у меня идет всегда яблоки если они маленькие то их несколько штук если она большое то одно и овсяная кашка немного вот как питаюсь я в принципе нормально мне перекусы нормальные там яблоки фрукты там чего-нибудь такое там или зеленый коктейль то есть это укроп петрушка там с яблоком с огурцом с морковкой блендере но я как-нибудь когда буду делать обязательно покажу вот поэтому но а вес у меня да он у меня стоит поэтому я планирую может быть и надеюсь а если получится то вот этим летом я схожу в поликлинику надо будет просто сдать анализы на гормоны проверить щитовидку щитовидку я никогда не проверяла сестра говорит что это возможно нарушение щитовидки она дает тот гормон который держит вес и не дает ему уходить потому что питаюсь я в принципе нормально кушаю гречку огурцы помидоры ну такое но вес у меня стоит но то что у меня гормональное нарушение тому есть очень много причин и это действительно у меня есть да я как бы не говорю это в отмазку но все-таки как бы в защиту так сказать да вот ну в общем такое да и чё я хотела сказать про грибы то есть здесь грибы они вот я когда показывала рецепт они тут в крошку перемолотые в блендере тоже вот потому что грибы как вы знаете да ну кто-то знает кто-то нет грибы это очень тяжелая пища вот и они очень долго перерабатываются 7-8 часов перевариваются в желудке особенно у кого панкреатит поджелудочная дата для нее это вообще очень тяжело вот поэтому надо вообще с панкреатитом вот у меня есть хронический панкреатит надо бы избегать такую тяжелую пищу вот но поэтому конечно да вкусно когда просто порезать там на мелкие кусочки грибы и вот но они очень тяжелые для желудка вот это здоровый поджелудочный все равно это не очень то есть хорошо вот поэтому в крошку когда в мелкую перерабатываете грибы и делаете . почти то он даже полезнее там открываются все его полезные свойства и тогда он легко осваивается организмом поэтому это берите на заметку вода знайте это можете почитать деньги не знаю вот а я сейчас буду так сказать завтракать вот таким праздничным завтраком кстати что я вчера покушала да я покушу покушал вот такой вот маленький кусочек салата курицу я вообще не ела я скушала два рулета баклажанов маленький кусочек тортика я скушала до две конфеты и все вот и все поэтому мне не объедалась и все и потом вообще не хотела кушать баклажаны получились очень вкусные но они дали соль хотя когда их готовили они вообще не были соленым а потом они в конце дали свой они стали соленым поэтому надо как-то их крайне чуть-чуть совсем чуть-чуть залить вот поэтому буду сейчас кушать потом делать свои дела проверить там свои чаты ну вот порядок на голове наводить но и все может быть еще что-нибудь сниму да я еще что хотела добавить то что когда я просыпаюсь с утра я обязательно выпиваю два стакана либо полтора стакана воды я советую это всем делать после того как вы проснулись почистили зубы или после того или до того как умылись в общем без разницы обязательно выпивайте стакан желательно теплой воды вот комнатной температуры вот это как бы мы не только должны умывать лицо но и должны умывать свой кишечник умыли лицо умыли кишечник все это промыло а потом через 20 минут можете начинать кушать и каждый прием начинайте всегда со стакана воды то есть выпили стакан воды через 20 минут кушайте это помогает для хорошего пищеварения это очень хорошо для желудка вот а потом пить нужно правильно уже после еды через 40 минут вот во время еды в принципе не рекомендуется но если очень сильно хочется то можно потому что и вода она все равно быстрее уходит в кишечник чем сама еда вот но если вы хотите во время еды запивать только не холодной водой холодная вода во время еды она вообще очень противопоказана для желудка поэтому имейте это виду а лучше всего уже пить воду чай соки после еды через 40 минут вот и обязательно стакан воды до до еды вот у меня вот такая вот бутылка из-под буратино вот пор полтора литрового в принципе вот такие две бутылки а две бутылки примерно у меня уходит в день то есть почти почти 3 литра конечно даже 2 но для моего вес конечно 2 литра мало но мне надо стараться пить больше вот но то что сейчас жара стоит конечно у меня уходит 2 точно вот то есть одну выпиваю потом вторую наливаю снова почти уже под вечер выпиваю когда душно а зимой как-то нет зимой первую выпиваю в первой половине дня быстро а вторая уже так еще даже потом остается на следующий день хотя тоже надо его пивать вот поэтому вот такой вот стакан воды и еще где-то половинку потом выпью и все и потом уже чуть позже буду завтракать